Об этой премьере еще будут говорить долго. Называется она так. Юбилейная реконструкция Академического театра имени Тургенева. Сказать, что ее с нетерпением ждет труппа и зрители, значит не сказать ничего. Обязаны сдать здание театра вовремя, иначе юбилей впереди. Я надеюсь, что мы летом в июне сюда уже начнем работать здесь в театре, потому что нужно время, чтобы подготовиться к юбилею. Опасений у меня лично никаких на сегодняшний момент нет. Я надеюсь, что к сентябрю, но это уже как бы, так сказать, крайние сроки, Академический театр будет открыт. За вот без малого там 4 месяца нам удалось освоить порядка 120 миллионов рублей. Подрядчик сейчас продолжает работать, ему выплачен аванс, то есть первый квартал мы спокойно с ним работаем. Нам осталось освоить более 54 миллионов рублей на этом объекте. В том, что опасений нет, глава региона Вадим Потомский решил удостовериться сам. В его контрольном списке театр сегодня под номером один. У нас есть какие-то претензии? Странные финансирования? Заказчик. Заказчик все четко работает. Вопросов нет. Мы еще на Дворце Пионеров работаем. Мы сегодня это посмотрим. Да, вот мы сейчас заканчиваем, сдаем объект. Уже сдаем объект. Дворец Пионеров закончим еще оттуда, людей сюда добавим. Сейчас у нас тут 40 человек своих. В другом театре свободное пространство. Тоже главная пока декорация – строительные леса. Денис Анатольевич докладывает, что в графике находится. Тоже по финансированию проблем нет. Это будет очень красиво. Театральному сезону мы должны завершить. А за работами на этом объекте следит весь город. Это набережная. Подрядная организация – ЗАО «Балстрой». Муниципальный контракт заключен пять месяцев назад. Его цена – 340 миллионов рублей. Сегодня нет никаких проблем с этим юбилейным объектом, говорят в региональном правительстве. В этом году я считаю, что объем будет выполнен полностью, потому что у нас достигнута договоренность с Прёхским водным бассейном, где они нам разрешили воду не поднимать до максимальной отметки, а ставить в том же состоянии на период нереста. Это даст возможность сегодняшней компании еще нарастить объем. Традиция Орловской непрерывки здесь продолжается. Они работают и днем, и ночью. В графике находятся срывов у них никаких не предвидится. С ними постоянно взаимодействуют городская администрация, областная администрация. Застройщики социальных объектов, школ, детсадов утверждают – все введем вовремя. Ледовая арена тоже ждет своего часа. На данном этапе вся система смонтирована. Поле остается только поставить борты, заполнить систему и произвести пусконаладку. Здесь трибуны предусмотрены на тысячи мест. Здесь фойе побольше, парковочные места и так далее. Это не просто только ледовая арена. Мы здесь еще видим футбольное поле полноразмерное. Программой 450-летия предусмотрено также строительство второго этапа этой дороги – участка от улицы Бурово до улицы Металлургов. Этот объект – единственный проблемный. У меня твердое желание, убеждение в том, что улицу Разгольная мы должны в кратчайшие сроки, в 2015 году, в сроках тех, которые были предусмотрены, сдать эксплуатацию. Проблема в расторжении договора по всей вести будет у нас доминирующей. Будем юридически выходить из этой ситуации. Подводя итоги сегодняшней инспекции строек, Вадим Потомский сказал так. Орловчане могут не сомневаться – срывов не будет. Абсолютно четко есть поддержка со стороны Федерального центра, Министерства экономического развития, Министерства здравоохранения, образования, экономического, Министерства финансов. У нас нет сегодня претензии к федеральным структурам, что они бы нам задержали ту или иную оплату. Вы сами слышали от подрядчиков, они это не говорили специально. Кто-то в июне хочет сдаться, кто-то хочет сдаться. Орел в строй – огромное спасибо, что они берут темпы. И к началу учебного года хотят сдать школу на 550 мест. Это для нас очень важно. Юбилей Орел будет праздновать в 2016 году. Основной объем работ приходится на прошлый и этот год. Наталья Пехтерева, Олег Рудаков, Константин Темиргалеев, телеканал «Первый областной».